До и после 60-ти эта программа о том, как, войдя в пенсионную среду обитания, не выйти из активной среды созидания и продолжить заниматься своим любимым делом, ну, то есть работой. Работа, она ведь самый целительный рецепт от старческих недугов, особенно если воспринимать ее не только как средство к существованию, а еще и как благотворную возможность не потерять вкус к жизни и не утонуть в волнах социальной турбулентности. Здравствуйте, я журналист Игорь Альтер. У меня в гостях сегодня доктор юридических наук, профессор Байкальского государственного университета, заслуженный юрист Российской Федерации, депутат Государственной Думы первого и второго созывов Сергей Басхолов. Здравствуйте, Сергей Семенович. Даже не знаю, Сережа, как начинать. Мы 25 лет общаемся в регистре НАТЫ. Добрый день, добрый день, Игорь, дорогой. Добрый день, уважаемый телезритель. Так надежней. Вот в возрастной группе, о которой у нас с тобой сейчас пойдет речь, отчетливо просматриваются две тенденции. Одни с вожделением ожидают пенсии, таких много, а других по многим причинам она смущает. Ты к какой группе себя относишь? Ко второй, конечно. Ко второй. А почему? Ну, потому что я вообще не считаю, будучи на пенсию, естественно, да, уже вот многие годы, я не ощущаю себя пенсионером и не хочу ощущать себя пенсионером. Я в строю, я на коне, я в жизни, я в работе. Все, понял. А вот скажи мне, можно ли утверждать, что из всех слоев населения в возрасте, скажем, до и после 60-ти, вот это самая незащищенная часть нашего социума? Ну, она всегда была самая незащищенная. Ничего не меняется? Не только в современный период времени, но и в советский период времени. То же самое. Конечно. Пенсия, я не думаю, что там пенсия в тот период времени уже такая была большая. Нет, пенсии надо быть объективной. Сейчас даже чуть-чуть больше, в общем-то. Поэтому... Ну, и цены не сравнить с советскими, так что неизвестно, что как. Правда, был такой период, самый страшный, наверное, в истории нашей жизни, 90-е годы, когда пенсионеры-то оказались как раз более защищенными, чем другие. У них была стабильная пенсия, они ее получали, а многие родственники, даже дети, потеряв работу, вот они надеялись на своих отцов, матерей, бабушек. Это совершенно верно. И ждали, когда будет пенсия. А вот хозяйка нашего пенсионного фонда в нашем регионе как-то мне говорила, а ты знаешь, говорит, что на селе самые богатые люди – это пенсионеры. Вот, в общем, это так. Потому что на селе-то работы нет. Ну, да, ну, да. Для всех не хватает работы. Для всех точно не хватает. Ну, и вообще, вот скажи мне так совершенно откровенно, вот после 60-ти лет, а ты уже в этом, в этой категории, ну, и поскольку мы не да, мы можем об этом говорить открыто, вот тебя когда-нибудь посещала мысль после 60-ти, пора, дескать, заканчивать трудовую биографию, или об этом даже думать не хочется? Я даже думать не хотел, потому что со мной как случилось? Я был все время в активной работе и на государственной службе, и когда мне стукнуло 60 лет, мне намекнули, Сергей Семенович, пора с государственной службой, значит, уходить. Я не хотел уходить, потому что чувствовал, что я еще могу принести пользу, и многим молодым своим коллегам мог дать фору значительную, но пришлось подчиниться, поскольку закон есть закон, а я юрист, что же сделаешь? Нет, ну да, ну это известная ситуация, когда одни могут, а другие не хотят. И поэтому даже когда вот это у нас дебаты были о повышении пенсионного возраста, я, наверное, относился к числу немногих людей, которые поддерживали эту реформу чисто вот по этой причине. Вот если было бы 65, я бы до 65, наверное, работал бы успешно, так? Вот 100% есть. Ну, а поскольку вот так получилось, ну... Понятно. А вот скажи мне, вот, поскольку мы говорим об этой категории людей, вот я, сталкиваясь с вариантом, чисто в журналистской работе, социальной защищенности людей этого возраста, ну, довольно часто вижу, что в юридическом варианте этим людям, ну, очень много-то я встречал вот этих фактов, им необходим ликбез, вот знание правовых вещей. Мы очень слабо можем сами себя защитить. Вот скажи, причем это, Сережа, это тянется десятилетиями. Вот помню, мы еще когда с тобой познакомились об этом, говорили, потом писали. Прошло несколько десятилетий. И вот в части познания правоведения на том уровне хотя бы, чтобы себя защитить от бытовых неурядиц, от коммунальной обдираловки и так далее, и так далее, мы оказываемся предельно слабы. Почему, объясни мне? Ну, это, наверное, разные причины есть. Ну, давай об этом поговорим. Одну из причин я вижу вот в менталитете нашего народа. В прошлом советского народа, русского народа, всех народов. Ну, как-то вот так было отношение такое, ну, не очень, скажем, правильное к знанию законов. Если ты не совершаешь никаких правонарушений, преступлений. Большому проценту населения он вообще по боку этот закон. Да, да, да. Ну, основной закон Конституции ведь не знают. Есть люди, наверное, многие люди, а может быть даже, к сожалению, общество, которые вообще не держали, держали в руках. Никто не ответит. Спросите, какие изменения были внесены 20 марта 2020 года в нашу Конституцию. Мало кто ответит. Не все скажут. Даже юристы ему не ответят на этот вопрос. Ну, вот на твоих лекциях студенты ответят. Ну, вот хорошо. А вот сама... Это вот не знание права. Это, знаете, такой нигилизм права. Он такой черта национального характера нашего, к сожалению. Понятно. А сама постановка учебы сегодня на юридическом факультете, в университетах, связанных с правовыми делами. Вот как ты считаешь, сейчас же вот вдруг снова вернулись, значит, так. Болонская система по боку. Бакалавриат по боку. Магистратура по боку. Возвращаемся к советской системе образования. 4-6 лет. Наверное, это правильно. Но посмотри, что получается. Мы в 2003 году перешли на эту систему. Значит, 20 лет, чтобы развиваться и двигаться вперед, мы их потеряли. А за 20 лет, я позволю себе заметить, что, наверное, есть те, которые шли вперед. То же самое с медициной. Помнишь эти медицинские реформы? Та же Голикова, которая их начинала, сейчас она говорит, что что они натворили. И вот мы теряем 20 лет в здравоохранении, 20 лет вот в образовании. Ну, куда это годится? И почему? И понимаешь, самое главное. Да, мы говорим, что это, ну, в каком-то смысле, что это потеряно. Но у нас как-то даже не принято с кого-то спросить за это. Вот почему у нас до сих пор, вот, система, у нас нет ответственных за безответственность. Вот что я хочу тебя спросить. Ну, вообще, если вот отправную точку, которую ты задал, это вот вестернизация нашего общего образования. И вестернизация высшего образования. Это была страшная беда для нашего общего. Я с самого начала был категорический противник. А с кого спрашивали? Ну, конечно, не спрашивали. Навязали сверху соответствующий приказ Министерства образования и вперед. Вот эта баллонская система, да. Но я не сидел на месте, я постоянно критиковал. Я написал несколько таких серьезных статей по этому поводу. Более того, в практическом плане я не выполнял никакие рекомендации этой баллонской системы. Хотя был внутри этой системы, работал, преподавал, да, в ВУЗе. Но там же бесконечная вторая половина – это составление отчетов, бумаг и все прочее. Я категорически сказал своему руководству, я этим заниматься не буду. Если я буду этим заниматься, значит, то я буду деградировать профессионально. У меня времени не хватит на написание статей, книг, учебных пособий и так далее. В этом вопросе-то я вообще специалист, я же преподаю такую дисциплину, очень интересную, с 2012 года, с 2012 года, уже более 10 лет получается, основу теории национальной безопасности. Этот образовательный стандарт, он преподается на уровне специалитета. И вот мы, вопреки этой баллонской системе, нашлись грамотные и умные люди, которые частично вернули наше прежнее образование высшее, к специалитет. Вот в рамках вот этой специализации – правовое обеспечение национальной безопасности. Сейчас провозглашена действительно установка поставлена отказаться. Но я боюсь, что будут это дело замыливать. А кто? Ну, кто? Те бюрократы-чиновники, которые сидят в том же Министерстве образования. Есть там люди, которые мечтают вернуться в 90-е годы. Вы знаете, среди нашей интеллигенции, Ленин в свое время называл не зря гнилая интеллигенция, есть такие люди, которые хотят вернуться в прошлое, но в частности в золотые 90-е годы для них. Ну, обычно, насколько я понимаю, в прошлое хотят вернуться тогда, когда в настоящем есть существенные минусы. Я более того прямо скажу, что вот это переход на баллонскую систему в высшем образовании, а внедрение системы ЕГЭ в общем образовании – это спецпроект Запада. Они поставили перед собой задачу развалить наше общее образование и высшее образование. – Ну, надо сказать, что в чем-то преуспели. – Преуспели, конечно, преуспели. На это были потрачены огромные деньги, гранты, чиновников расставили соответственно на своих местах. – Ты мне вот сейчас одну вещь объяснил, это я понял. Но есть вторая очень важная вещь. С третьего года все это, 20 лет это все тянется. Помнишь, у нас была, когда мы с тобой были помоложе, у нас была такая мерка советская пятилетка, пять лет. Вот, и это была какая-то такая мера всего. Вот за эту пятилетку мы сделали то-то, то-то, то-то. Теперь смотри, пять лет – это много. Я хочу тебя спросить, почему нам понадобилось целых четыре, выражаясь, советскими пятилетками, четыре пятилетки или 20 лет, чтобы понять, что вот эта баллонская система с ее балаковриатом, магистратурой – это не то, что доктор прописал, а что одной пятилетки мало – две, ну не 20 же лет. – Да нет, осознание-то у многих было, но, к сожалению, ситуация была такой, что, в принципе, здравомыслящая профессура, она выступала, гневалась, предлагала. Не было понимания наверху, политической воли не хватало. – И вот только сейчас, когда мы уже вплотную с этим хваленым Западом столкнулись, об этом, видимо, у нас с тобой будет отдельная передача, насколько я понимаю. – Да-да-да-да. – Столкновение с противостоянием России с Западом. – Это после этой передачи мы ее запишем. – Да? Так вот, когда мы поняли, что такое Запад со всеми его прелестями, и какое отношение у него к нам исторически было, к России. – Оно всегда одно и то же. Внутри оно никогда не менялось. – Они никогда нас не считали своими. Это был какой-то дикий, далекий Восток, варварская страна, которую надо оккультурить, принести ей свободу, демократии, ценности свои. А как это можно? Это же только можно через образование, через слом тех взглядов традиционных, которые издревле культивировал русский православный народ. – Но, с другой стороны, погляди, у нас страна ведь очень богата разумными индивидуумами. У нас очень много умных и философов, и историков, и социологов. Ну, очень много умных людей. Но неужели, я вот не могу все-таки понять, ну, как можно было заблудить такую огромную страну? Ведь страна огромная, люди есть с прекрасными мыслями. – Я вот котр вопрос задам. Как так получилось, что за 20-30 лет полностью переформатировали Украину? – Полностью. Нас тоже пытались переформатировать. Но то исконное начало, вот говорят, такое, знаете, глубинное государство, да? – Ага. – Оно, оно осталось в нашем народе. Прежде всего, в русском народе. – Ну, да. – Это каноны православия. – Да. – Каноны буддизма, каноны ислама. Они не противоречат друг другу. А вот западная христианская мораль, она совсем другая. – Понятно. – На других ценностях строится там жизнь, чем у нас. – Вот, я думаю, что те… – Да, еще же говорили раньше, еще с 18-19 веков, как можно Россию, значит, победить только путем слома церкви православной и слома образования. Вот, две составляющие. – Две вещи. – Две вещи. – С образованием успели? – Да. – С образованием успели. Понятно. – Но не до конца. – Не до конца, к счастью. – К счастью. – И понимаешь? – А вот я еще считаю, ну, глядя на людей, ну, скажем, нашего с тобой возраста, вот я считаю, что работа, она помогает не только этим людям, она помогает и окружению, тех, кто рядом с ними. – Потому что вот это вот слияние молодого, если бы молодость знала, если бы старость могла, вот, но вот это вот классное слияние свежей крови и мудрой, если можно так выразиться, это дает положительные плоды. – Ну, в системе образования это обязательно должно быть. – Ну, так и есть. – И в школе должны быть… – А ты обратил внимание, что в последнее время в школу пришли, стали приглашать очень таких, ну, пожилых уже преподавателей русского языка и литературы, которые не первый год на пенсии, вот в начальную школу стали приглашать. – Это правильно. – Это, по-моему, очень правильно. – Правильно, потому что у них еще есть силы, желание, дух быть полезными нашему обществу, преемственность поколения обязательно должна быть. – А вот я глубоко убежден, что человек в возрасте, если брать пропорциональные тех и других, люди в возрасте с большим опытом, они лучше общаются с молодыми. – Ну, когда был студентом, потом аспирантом, особенно аспирантом, я вот смотрел на своих профессоров в Академии МВД СССР, это выдающиеся были педагоги, профессор Беньковский, мой учитель, ты его знаешь. – А Бабаев. – Бабаев Михаил Матвеевич, да, Борис Сергеевич Никифоров, Гаухман, Лев Давидович, ну, их можно много перечислять, да. Я смотрел на них вот снизу, как на богов, сидящих на Олимпе. – Ну, да. – Сейчас перед своими молодыми аспирантами, ну, мне как-то не хочется себя там ощущать богом на Олимпе. – Ну, да. – Но они тоже на меня смотрят, как на истину в последней инстанции, ждут, когда я с ними начну разговаривать по душам. – Ну, слава Богу. – Неформальные обстановки. – Слава Богу. – У нас на кафедре уголовного права криминологии как раз вот такой вот сплав есть. Есть молодые преподаватели, ну, правда, уже остепененные, у нас старших преподавателей вообще нету. – Понятно. – Это доценты и профессура. Ну, где-то промежуток 10-15-20 лет вот так. Я самый старший по возрасту, не хочу сказать старый. – Ну, да, нет, правильно сказал, старший. – Да, старший. – Возраст – это же понятие календарное, но никак не внутреннего ощущения. – Слава Богу, наш ректор, профессор Гнатенко Виктор Васильевич, он мне как-то сказал, приглашая на работу, я вернулся же в свой родной вуз. – Ну, да. – В свое время пришлось уйти по разным причинам, не хочу о них говорить. – Я понимаю. – Ну, вот, 8 лет вне БГУ был. Вернулся с удовольствием, конечно, когда он меня позвал, он сказал, Серега, Сергей Семенович, работай, сколько сможешь. – Ну, и слава Богу. А вот вообще, поскольку у тебя есть определенный опыт, и не маленький, а вот как, добравшись до возрастной группы, в той, в которой мы с тобой пребываем, в основном не только до, но и после 60, не выпасть из седла жизни, и вот пересекая границу пенсионного обеспечения, не погасить рабочего настроения, вот, чтобы оставаться… – Ну, если общий рецепт, наверное, здесь никак не годится, у каждого, наверное, все индивидуально. Мне просто повезло, что я, видимо, по природе своей был учитель, педагог. Я действительно занимал должности, был членом комитета конституционного отзора СССР, в 90-м году избрали, это высшая ступень в моей карьере профессиональной. – Ты был в элите. – Ну, да, в этой юридической элите большой страны Советского Союза. – Ну, да. – Потом депутат Госдумы, двух созывов зам, губернатор. Но я никогда не прекращал заниматься научно-педагогической деятельностью. – Понятно. – Я всегда преподавал, и даже вот, приехав сюда, Борис Александрович Строгий был губернатор. – Ну, да, ты о Говоре не говоришь. – Да, да, Борис Александрович Говорин. Вот я у него добился разрешения все-таки на четверть ставки преподавать в университете, в Нархозе в нашем. – То есть, ты не расставался с преподавателем? – Не расставался, да. – Ну, я понял. А вот посмотри, когда человек… – То есть, надо заниматься, стараться заниматься любимым делом, наверное, всю жизнь, до конца. – Правильно. – Вот у меня как раз эта профессия педагога, она позволяет. – Но есть это не всем. Ты же понимаешь, что не всем. А вот когда человек выходит на пенсию, ну, вот с моей точки зрения, первая мысль, которая приходит ему в голову, вот она до изумления банальна. Не отощает ли его кошелек, не оскудеет ли семейный бюджет. Вот я понимаю, что юридических инструкций на эту тему, как жить дальше, нет. Но, тем не менее, в общем, необходимо же остаться на плаву даже тогда, когда время подошло своей работе сказать последнее «прости, прощай». Вот как сделать это без лишних стрессов? – Это очень просто, мне кажется. – Например? – Ну, например, для меня такой порог еще не доступил. – Ага. – Ну, тогда… – Нет, ну, вот все-таки вот с твоей… – А когда уже не хочется этим делом заниматься? Уже не хочется идти на работу? Она настолько, грубо говоря, обрыдла, что никакого удовольствия ты не получаешь. У меня же все, как прежде было. Я с радостью иду утром на работу и с такой же радостью возвращаюсь домой. – Ну, так ты живешь по системе академика Кикоина. Когда его спросили, что такое счастье, он ответил, счастье – это когда утром хочется на работу, а вечером домой. – Ну, и потом, видите, знаете, все-таки человек, он – это существо такое социальное. Не нужно замыкаться в своем личном «я», в своем кругу. Даже в кругу своей семьи. Надо чаще общаться с друзьями. Надо, если есть возможность, общаться с еще большим кругом людей. Я общественной работой занимаюсь очень большой. – Понятно, понятно. А вот как ты считаешь, по твоим наблюдениям, говорим о нашем иркутском социуме, вот в нашей той среде обитания, где мы вращаемся, куда попадает человек, выйдя на пенсию, он может остаться полезным себе, людям, обществу, не прилагая к этому особых усилий? Или для этого звезды должны сойтись на небе, обстоятельства на земле, а удача распахнуть свои объятия? – Вот я бы, например, видел хороший выход в том, чтобы, когда ты уходишь с работы, ты должен там оставить такой хороший след, что тебя не забудут на этой работе, будут вспоминать, будут приглашать на какие-то мероприятия. Это прямая и обратная связь. Чувствует человек себя полезным, незабытым. А беда-то в чем заключается? Всяких болезней и всего прочего. Ранее ухода из жизни пенсионеров. – Это трагедия. – Это когда они чувствуют себя уже ненужными. – Понятно. – Неполезными для общества. – Ну вот… – Забытыми. – Забытыми. – Вот на этой ноте, не самой оптимистической, но мы закончим так. Самое главное – оставить правильный след. А если ты оставил правильный след, ты забытым по-любому не сможешь оказаться. – Да. – Спасибо тебе за этот разговор. – Всего вам доброго. – До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok